Привет всем и дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Сегодня у нас очередная пятиминутка. Сегодня поговорим о том, как запускать игры старые, написанные для платформы Games4Windows. Была такая платформа, в принципе, как была, она до сих пор и есть. Такие игры, как Gears of War, GTA 4 и ряд других игрушек выходили под эгидой, получается, платформы Microsoft. Причем, даже если вы покупаете их в стороннем магазине, к примеру, вот в Steam, они также работают в связке с Games4Windows. Но проблема в том, что некоторые очень старые игры, они, получается, пытаются обратиться к серверам Microsoft, чтобы авторизовать вашу копию игры по ключу, но у вас постоянно выходит ошибка. Причем, вас выбрасывает на сайт Microsoft, вам там предлагается скачать специальный патч, который адаптирован под новые системы, под новые платформы, который, в свою очередь, позволяет якобы вам все равно авторизоваться. Но ничего не происходит, и в интернете, допустим, на англоязычных форумах полным-полно видеороликов, как все это исправить, потому что у них эта платформа была не то чтобы куда популярнее, а просто более активнее навязывали. Я покажу на примере игрушки, на примере игрушки Section8, получается, сейчас я покажу вам ее, Section8, вот, Section8, и давайте мы ее запустим. Предлагается ключик, постоянно предлагается, можем его отключить. Вот этот вот самый ключик, да, скопировать ключ и запустить, нам предлагается выписать на листочек для того, чтобы потом, когда у нас запустится оболочка Games4Windows, там вбить этот ключик. Вот. Но я уже его вбил, потому что я проблему себя эту решил. Но давайте все равно посмотрим. Проблема в том, что первая, получается, версия Live, вот для таких вот игрушек, которые вышли еще в промежутке, там, до 2012 года, она была один в один с платформой Xbox 360, получается. И вот, вот, мы видим, что нажмите Home во время игры, чтобы получить доступ к службе Games4Windows Live. И, понимаете, я поражаюсь компанией Microsoft, вот, мне, допустим, предлагается два бесплатных дополнения для моей игры, по моему ключику. И мы видим, что баланс у меня 0 Microsoft Points, требуется там всего-навсего 2 мегабайта, доступно 95, и мы видим, что эта транзакция бесплатна. Подтверждаем загрузку, и у вас происходит ошибка. То есть, система уже никем не поддерживается, но все равно вам приходится с ней как-то мириться. Жмем отмена, что же еще делать. И давайте я вам сейчас покажу, нажму клавишу Windows Home. Так, Windows Home. Вылазит это отвратительное меню. Ну, как, получается, для современных-то платформ Microsoft это все поддерживает, потому что здесь подтянулись, а нет, это пользователи, здесь подтянулись игрульки с Windows 10, соответственно, и с аппарата Nokia Lumia. То есть, если мы посмотрим, то тут вот будут все игрушки, посмотреть игры. И вот мы видим Modern Combat 5, Asphalt, то есть она как бы работает. Вот GTA 4, вот, но, еще раз говорю, в старых версиях была просто версия Games. Games for Windows. Она не называлась Games for Windows Live. Так вот, нам просто нужно скачать Games for Windows Live. Вот, и я приложу прямую ссылочку, где скачать этот файл. Вы его установите. Потому что, если вы будете качать то, что вам предлагает компания Microsoft, сейчас я вам покажу рабочий стол. Она предлагает скачать Games for Windows. То есть, я вначале, как порядочный человек, делал все по инструкции, согласно тому, что вылазило у меня в информации. Мне предлагается скачать вот эту вот штуку. Games for Windows Marketplace. То есть, зачем-то Microsoft предлагает скачать магазин. Вы его запускаете. То есть, это не я сам скачал. Это мне после запуска игрушки Section 8 было предложено вот самой игрой во время настройки Games for Windows скачать этот файл. Выяснилось, что это магазин. После чего нам предлагается скачать специальный помощник для входа в Windows Live ID. Для сервиса Games for Windows. Жмем ОК. У нас открывается сайт Microsoft. То, что у меня здесь используется Office, то есть, Internet Explorer. Все дело в том, что этот компьютер здесь только стоит Steam. То есть, здесь вообще нет никаких других программ Steam, Kodi и получается RetroArch. То есть, это моя Steam-машина. Это отдельный системный блок для игр. И нам предлагают скачать вот этот вот ассистент. Я его скачивал. То есть, не будем тратить ваше время. Я его скачивал, я его устанавливал. Все равно ничего не заводится. То есть, все равно вот это постоянно замкнутый круг. Вот в этом вся Microsoft. У меня уже просто накипело, да? По кругу. Делай, переходи, не работает, качай. Причем, вот сейчас, что больше всего меня выбесило. Вот просто, ну как я вот поделюсь даже с подписчиками. Смотрите. Получается, баллы Microsoft. У меня была привязана карточка к платежной системе Microsoft. Сейчас он попытается купить ее, но не подходит действительно способ оплаты, потому что карточка просрочена. Но купить их все равно можно. То есть, Microsoft их еще продает, получается. Даже с учетом того, что толком-то я даже не могу скачать себе никакие дополнения. Так, давайте выйдем из игры. Так, ну хоть сразу подключился вот этот лайф. Раньше-то он хоть работал, с ним такой проблемы не было. Так, сейчас мы выйдем. Так, игра выходит. Значит, что вам надо сделать? Сейчас я вам покажу, что вам надо сделать. Заходим в панель управления. После того, как вы скачаете в стиме ту игру, в которой у вас получается используется Games for Windows, при первом запуске, когда вы запускаете какую-то игру, у вас здесь выходит сообщение о том, что идет подготовка к запуску. И появляются дополнительные какие-то сторонние утилиты, вроде библиотек OpenAL, там для графики. Там может быть NetFramework обновляется и прочее-прочее. И у вас автоматом ставится вот этот косячный магазин, то есть старая версия магазина. Причем она даже из-под GTA 4 перезаписала новую версию магазина. Вот смотрите. Давайте развернем. И вот у нас есть два. Games for Windows Live и Games for Windows Live Redistributable. Вот так вот прочитаем. В общем, это Games for Windows Marketplace, это вот старая версия. Если вы ее удалите даже, у вас потом игрушка ее все равно при повторном запуске, вот Section.net все равно автоматически ее переустановит. То есть как такового смысла ее удалять нет. То есть тоже замкнутый круг. Она будет всегда появляться при запуске игры. Вам просто нужно скачать обновленную версию. Вот мы видим, это версия продукта 3.5.5.0, а нам нужна 3.5.95. То есть что вы делаете? Вы просто заходите в Internet Explorer. Ну, у вас даже будет ссылочка прямая, и вбиваете. Games for Windows Live. И вбиваем это самое главное слово. Redistributable. Сейчас. Redist. Вот. Нам сразу предлагает. И мы видим, что предлагает почему-то Redistributable 3 для GTA 4. Но мы просто напишем 3. И давайте сразу версию. 3.9.5. И получается так. 3.5.95.0. Скачать. Дауно. Ты лучше написать дауно. Даже не идти на русские сайты, где какие-нибудь могут быть вирус всякие. И вот. Давайте пройдем на этот файл. И нам предлагается его скачать русский. Давайте посмотрим, тот ли это файл или нет. Мне просто надо убедиться. Да. Размер 70 МБ. Все дело в том, что, допустим, когда вы качаете версию вот эту вот. 3.5.50. А нам, видим, всего есть 6 МБ. Она докачивает файлы из интернета. Причем она так усердно их докачивает. Она скачивает размером файлы где-то 80 МБ. Далее их устанавливает. Но никакого эффекта нет. Поэтому мы качаем вот этот файл. Жмем скачать. Вот эту ссылочку я приложу в описании под этим видеороликом. Жмем скачать. Файл скачивается. То есть, Viasori. Ну да, опять Microsoft. Вот. Не понимаю, извините. Но эта ссылка уже как бы недоступна. Давайте сделаем шаг назад. Господи, такая была нормальная компания. Почему постоянно? Я просто еще с десятки не могу отойти. Все люди говорят, что у них все хорошо. У меня отдельно рубрика на канале, что как десяток. Тип портит мне жизнь. Там какие у нее постоянные косяки. Пытаемся скачать. Вот сейчас почему-то уже действительно. Популярные загрузки. Нам не нужны популярные загрузки. Дай нам скачать Games for Windows Live. Вот она скачивается. Вот, кстати, я уже скачивал. Вот мои старые загрузки. Вот как Microsoft гоняла меня по кругу. Вот этот файл. Вот этот файл. Вот этот файл. Это все. Получается три файла. Это подряд я качал всякую фигню. И вот теперь уже. Ну я второй раз скачаю этот файл. Да, мы видим Microsoft Corporations. То есть мне в принципе можно его не докачивать. Я все равно, когда я его запущу, мне просто предложится восстановить инсталлятор Games for Windows Live Redisable. И просто, как сказать, обновить файл. Ну то же самое, что кэширование, проверка вот кэша на целостность игр в Steam. То есть будет то же самое. Так, давайте очистим список. Вот. Ну короче, причем, блин, ну я делал все как положено. Мне игра говорит, скачайте это обновление. Я жму скачать, меня перекидывают на майках. Я скачиваю. Она опять говорит, скачайте дополнительный патч. Я качаю дополнительный патч. Он потом скидывает еще на один файлик. И давайте нажмем выполнить. Вот. Ну сейчас, как таковая установка-то, она не произойдет. Потому что вот сейчас он пишет найдено, найдено, установлено, найдено. То есть у меня как бы уже все есть. То есть все. Закрываем. То есть, ну запустить, если вы нажмете запустить. Ну давайте я покажу, если вы нажмете запустить. Один фиг он не работает. То есть сейчас вот он так же все проверит, проверит, проверит. Запустить. И сейчас он... О, неужели сейчас он запустит? Нифига. Вот тоже ошибка подключения, причины могут сбои и так далее и тому подобное, но и бог с ним, что всякие сбои и отключения. Теперь самое главное в играх, теперь все работает, то есть в играх у вас появится вот эта вот менюшка, которая показывала в самом начале. Вот, причем если игра из стима, там даже не приходится этот ключик-то вбивать, я так подозреваю, что может быть это в стиме поправили, потому что была такая волна патчей для игр, которые используют Game for Windows Live, которые их отучали. Но при всем при этом, видите, выполняется вход, то есть интернет у меня подключен, и я куда-то подключаюсь, я в какой-то там сети, то есть каким-то образом он подкачивает мои, получается, старые там ачивки из игр, там репутация, но репутация у меня троечек, потому что я даже ни с кем по этой сети не играл. Вот, мои загрузки, что за мои загрузки, устранение ошибок не работает, короче, это костыль, но вот теперь вы сможете поиграть. То есть, ловите ссылочку в описании под этим видеороликом, вот, пишите, если у вас что-то не получается, но я вот, честно скажу, вот, я не сам додумался, мне просто не хотелось вот во все это вникать, вот эту, круговорот вот этого файла, вот этих вот программ от Microsoft, вот я просто посмотрел американский ролик и просто его как бы, ну, перевел, сделал по-русски, все. Ну, с вами был Владимир, играйте только в лучшее, да, берегите свои нервы, смотрите мои ролики, это поможет вам сберечь определенное количество нервных клеток. Всем пока и до скорых встреч, я отключаюсь.